Здравствуйте! Меня зовут Елена Кизатова и в свободное время я занимаюсь инвестированием. Инвестирую различные инвест-проекты, иногда работаю с спам-счетами, спам-индексами, с трендерами. И вот недавно, как раз проводя мониторинг различных компаний, организаций, я обнаружила очень интересную компанию. Это британская компания, она совершенно новая, она стартовала буквально в конце прошлого года. И, честно говоря, она меня очень заинтересовала, потому что там описывали совершенно новые технологии, новые разработки. Самое главное, таким интересным фактом оказалось, что ее генеральным директором являются наши российские ученые, которые, кстати, являются и разработчиком данной технологии, Анатолий Эдуардович Винницкий. Честно говоря, я решила сразу же провести анализ, долго не откладывать, потому что компания на самом деле очень необычная, и там используются довольно необычные технологии. Это струнные технологии именно создания совершенно нового вида транспорта. Первое, что я решила, конечно, проверить, это проверить, на самом деле, ли существует такая организация. Компания называется Rail SkyWay Swift, нашла в реестр британских организаций, и на самом деле ее обнаружила. На самом деле генеральным директором оказался Анатолий Эдуардович Ницкий, там даже был прописан капитал где-то чуть более 130 миллиардов фунтов. Конечно, дальше решила познакомиться с самой командой, познакомиться с самим разработчиком. Мне очень понравилось, что генеральный директор, что его команда, они ведут такую очень открытую политику. То есть, во-первых, на сайте у них полна информация. Информация, причем, они впали какой-то воды или каких-то размытых фраз. Все по существу, все по факту. Там много именно видеозаписей, именно документальных подтверждений, презентации проекта, а также презентации проводились и некоторым кругом должностных лиц. Также очень такие профессиональные видеоролики. На самом деле понятно, что компания пришлась нам надолго, что на самом деле планирует достигнуть целей, строит плицевой план и постепенно реализует их. Ну, я сделаю для себя вывод, что такая компания, она обязательно должна оказаться в моем инвестиционном портфеле. Ну, естественно, я стала акционером, приобрела пакет акций. И причем, кстати, все те, кто на данном этапе приобретают акции, они становятся владельцами. То есть, тоже очень, такой немаловажный факт. Также мне нравится, что это стартап. То есть, вложив именно сейчас небольшую сумму денег, то есть, ну, буквально там несколько тысяч рублей, вот через 3-4 года, можно, вот через 4 года человек станет обладателем акций на довольно такую приличную сумму денег. Там базируется прям в нескольких миллионах рублей. То есть, меня, конечно, заинтересовала эта идея, заинтересовала эта возможность. Я решила не упускать ее, а на самом деле помочь реализации проекта. И, конечно, мне захотелась сама идея. Просто это довольно инновационный, скажем так, ну, продукт, грубо говоря. И мне вот очень понравилось, что сам конструктор, сам разработчик идеи, он преследует очень позитивные, скажем так, какие-то вот позитивные, у него очень позитивные планы, позитивные цели. Его проект, он сразу проходит по многим категориям. Это экономичность, экономичность не только строительства, но и последующим, это экономия электричества, экономия, а также экологичность самой установки. То есть она не загрязняет так окружающую среду, как, допустим, транспорт, как поезда. Это и безопасность, комфорт, это удобство. То есть все в одно. Я сама вот проживаю в Южном федеральном округе, и здесь очень много мест, очень много достопримечательностей, и они в основном находятся в труднодоступных местах. Там не проложены дороги, о них мало кто знает. То есть знают только местные жители, которые здесь живут. И если проложить какие-то туристические маршруты, если привлечь туристов, а туристы будут, потому что здесь очень много красивых мест, каких-то древних памятников. Также здесь находится единственный Лиановый лес, именно единственный в России Лиановый лес. И, знаете, это очень многое дало бы тому региону, в котором я проживаю. Мне кажется, что с притоком туристов, с притоком людей, многие предприниматели, многие инвесторы, они бы на самом деле стали вкладывать сюда средства, то есть развивать республику, развивать инфраструктуру. Это из сотни, даже, возможно, тысячи рабочих мест. Мне кажется, этот проект, он на самом деле мог бы принести пользу всем нам. И мне также приятно думать, что когда-то, возможно, буквально через 2-3 года, мы на самом деле будем пользоваться этими технологиями. Они войдут в нашу жизнь, станут реальностью. Мы сможем передать их нашим поколениям. Мне кажется, это довольно очень интересная идея. Спасибо за внимание.